привет друзья сегодня давайте поговорим о том что как влияет переохлаждение на человека и вообще просто когда вот мы мерзнем на улице холодное время года как это может какие негативные последствия может повлечь просто я вот удивляюсь когда хожу по улицам в городе в своем или соседней бывает ездил город там везде но но такая ситуация вообще везде свойственно в нашей стране я не знаю как бы можно посмотреть что все доступно как вот в других странах там люди ну там похоже такая же картинка то есть там даже я смотрел там показывали лос-анджелес и люди ходят на одни ходят в майках другие в куртках но вот кстати это наоборот показательно у нас как-то люди очень стесняются одеваться и потом смотришь допустим вот сентябрь наступил уже холодно ну реально еще после того как мы жаре адаптировались и нам уже даже вот это кажется начинаем ну как бы сверх холодно мерзнем а с другой стороны все смотрит что все единой молодежь и даже старики что больше всего удивляется куда вы там старые лезете то есть ходят уже холодно ветер холодный они ходят в майках уже видно что как бы они уже и не рады этому они такие что там шубы одеть но они и как бы стыдно они стесняются что как окружающие на них посмотрят как я сейчас шапку одену ли еще куртку одену ли все что про меня подумают вот в этом самое главное заблуждение и самый главный вред вы сами себе носите не кому-то еще что-то а вас никто думать не будет и у вас разве такое было что вы идете по улице на встречу идет человек там в куртке и шапке и вы потом идете смеетесь с этого потом еще придет приходит дома всем это рассказываете и потом еще сидите дома полчаса думаете о он шел в шапке или он там или о какой он молодец было холодно а я кого-то встретил он шел там свитере это прям герой он был там красиво выглядел все было хорошо и вы сидите об этом думаете так нет такого нет и никто естественно не думает то есть все всем вообще до одного места что как вы одеты что вы окутаетесь не кутаетесь то есть нет смысла упираться чего-то стесняться и получается если вам холодно но одевайтесь тогда как бы вот еще важный момент если вы допустим ездить это на общественном транспорте или на своей машине вот это еще смотришь но отморозки реально их по-другому не назовешь этих людей которые ходят мороз и они идут без шапок это и женщины там получается идет ветер ледяной прям мороз он и идет она без шапки или он без шапки голова вся красная реально он идет ну и что ты ведь просто ты просто менингит зарабатываешь себе и все ты зарабатываешь себе там можно отить заработать даже не то что мороз там если ты оденешься шапку не одел там уже плюс 9 плюс 10 больше я уже там шапку нашу плюс 15 уже в шапке хожу мне плевать один городе допустим хожу в шапке мне плевать потому что за той а кто-то пошел ему стыдно перед другими что он в шапке идет зато потом о чем он лучше вспомни когда всю ночь начинает уши стрелять голова раскалывается потом ты начинаешь лечиться кому думаешь о тебе кто-то думает что ты там зато ты просто кто-то про тебя думать зато ты вон там без шапки был но ведь бред сумасшедшего это все и также на ветру там кто-то едет на машине там люк открыт окно открыто ему прям в ухо там этот ветер дует она даже опасно даже когда просто даже тепло чтобы ты получается где-то на сквозняке находится тебе в ухо там ветер дует и ты как бы ничего не делаешь просто ты а потом люди мучаются и все также есть у меня знакомые уже женщины там вот в возрасте она все время ходила зимой в этих у нее были просто на шпильке там вот эти туфли и она просто вот чулки эти и туфли вот эти тонкие она ходила там дымару до морозов там ходила в них и получается у нее потом заработала типа ревматизм не ревматизм там неизвестно что просто что по промораживала свое время потом у нее ноги нестерпимо болят крутят длительными то есть она боль большую часть года проводят в болях у этих у нее ноги там хана там ревматизма что-то такое артроз это все равно все равно последствия как бы именно переохлаждение много таких имена и знакомых и в возрасте и помоложе есть женщины которые вот именно они ходили у них были щиколотки вот эти открыты все они не носили такую обувь что типа ноги боссы и там это может какие-то чулки колготки на что такое когда там типа близко к морозу потом все крутит болит и это как бы уже все навсегда также они шапки носят потом мучаются у них начинаются там то с ушами проблемы то вообще просто там там продует а может вот допустим холодный воздух там простудить гайморит там и тому подобные синуситы все это все хватается когда человек не носит шапку когда еще даже не мороза холодно поэтому это бред сумасшедшего тот кто не бережет здоровья в угоду обществу которые тем более вообще там прохожие никто не оценит никто даже секунды не подумает что это ты молодец или ты как шут выглядишь что ты перед ну кутаешься ну реально просто сейчас спокойно смысле это и пойми что действительно это так никому не до кого дела нет делай как тебе будет тепло ты всегда должен тепло одеваться вот это идет ская поговорка держи желудок в голоде ноги в голову в холоде и ноги в тепле то есть это бред машина да все держать в тепле чтобы всегда было тепло и комфортно лучше одевает шапку такую чтоб не промазать там капюшон чтоб никто не продувалась бессмысленно как бы ходить геройствовать ерепеница что-то вы петушиться что надо одеваться всегда тепло абсолютно всегда даже летом ночь холодная вообще там куртку одень и все потому что ты реально трус если ты наоборот ты не один считаешься что ты смелый ты там где-то оголился нифига ты трус самый настоящий который боится что просто себя кто-то будет смеяться тебя подумает кто-то что ты вот не оделся ты типа идиот какой-то нет это вот значит ты как раз слабак который не хочет просто боится осуждение общественного ты просто один как бы из вообще ничего из себя не представляешь и как бы сам по себе ты просто стадное мышление и вот это чувство что другие одеты раздеты я должен быть раздет так что делайте выводы из всего этого и большинство вот этих болезней и воспалительных про это все ваши как говорится с вы сами авторы всего этого потому что вы не умеете одеваться вы сто процентов такие беспечные непутевые ребята которые реально не у не умеете не одеваетесь и все беспечно ко всему относитесь вот пуп когда вы перестанете тогда вас ждет именно здоровье и тогда вас не будет этих проблем которые у вас постоянно крутятся вот ладно спасибо за внимание я желаю вам здоровья лайк с вас подписка и погнали дальше